Привет, друзья! Сегодня пойдет речь о мастихине. Я буду рисовать масляной пастелью Санелье, но на самом деле эти приемы работают с любым брендом масляной пастели, которая в той или иной степени мягкая. Сразу могу порекомендовать мастихин небольшого размера в форме рыбки. Это примерно номер 4, номер 5, но на самом деле мастихинов великое множество и каждый может выбрать для себя более удобный. Но начать, наверное, все же оптимально с небольшого размера, так как эта лопатка позволяет удобно воздействовать на всякие сложные зоны и неудобные места, именно потому что она небольшая. Теперь я выбираю рефик из своей небольшой коллекции, которая наверняка есть у каждого, но я свою коллекцию не раздуваю до больших размеров, дабы она не тяготила, потому что если иметь много у себя фоточек, которые хочется отрисовать, то потом возникает ощущение какого-то упущенного или невыполненного. А когда фоточек мало, то как-то это не особо воздействует и не образуются какие-то гештальт. Определившись с сюжетом, я решил все же отрисовать портрет коротко, и я сначала рисую карандашом. Видео это не о том, как рисовать портрет, а сам факт, просто что мне было удобно перед тем, как начать исполнять масляную пастель, выполнить короткий рисунок карандашами. Карандаши на масляной основе. Не важно какого бренда, в каком-то смысле слова, но на масляной основе они очень хорошо и на бумагу ложатся, и в каком-то смысле слова могут подмешиваться с первыми слоями масляной пастели, возможно создавая какие-то притемнения сразу, или какие-то такие не очень яркие цветовые зоны, которые, несмотря на то, что они могут выглядеть сначала как бы мутными или грязноватыми, иногда вот прям очень нужны. Но на самом деле и без них можно обойтись и исполнять сразу масляную пастель, просто как бы карандашный рисунок, это некие рельсы, которые позволяют просто сознанию понять, чего мы будем исполнять, потому что, особенно если размер рисунка небольшой, то масляной пастелью, особенно поначалу, может быть неудобно. И вот нанеся какие-то первые слои, которые в принципе втерты, они неподвижны, я начинаю носить более толстые слои. А вот с более толстыми слоями порой, как-то размешивая или размазывая пальцами, или ватными палочками, или тряпочками, мы можем не всегда получать какие-то внятные направления, пятна или какие-то границы. Не всегда можем сохранять цвет, он может замешиваться с нижним слоем и так далее. То есть мастихин, даже вот мы видим небольшой слой, хорошо разглаживает, да, он все еще может тоже немножко подмешиваться с нижним слоем, но он позволяет как бы воздействовать на краску определенным образом, на материал, на масляную пастель, который этот образ можно назвать удобным, эффективным и весьма точным. И хорошо то, что можно как-то вот дозировать, что ли, нажим и воздействовать на любой, в общем-то, слой. Не только на толстый, когда его легче всего, собственно, разгладить, как-то придать ему какие-то, опять же, формы, но и средне толстый. И можно достигать очень, скажем, хороших переходов. В данной ситуации, в этом портрете, я не стремился супер гладким переходом, а некая такая серединка этюдного плана. Но все еще можно понять, что вот нанеся какой-то пигмент, я как бы растягиваю в сторону и немножко сравниваю зоны. То есть получается такой некий плавный переход в той или иной степени. Но на самом деле, даже если вы исполняете мазком и хотите, чтобы вот некая мазочность, вот эта структура была сохранена, то саму краску плотную и мазок можно просто как бы иногда приглаживать, и он тоже будет выглядеть очень интересно. Но особо при этом с соседними зонами как бы не перемешиваю. В любом случае, мастихин будет вам очень-очень полезен и, скорее всего, выведет вашу технику на новый уровень. Теперь я исполняю коротко листья, веточку, которую я подобрал недавно на улице, когда дул сильный ветер, и она упала. Опять же, отрисовав карандашом, я понимаю, что я буду делать. И создаю какие-то подготовительные зоны, но, в частности, это не предмет разговора, а нас интересует непосредственно мастихин. И вот я наношу очень-очень толстый слой в одном месте, как бы чтобы это было очевидно. Ну, скажем, можно еще толще, потому что сейчас в мастерской тепло, и масляное поставь ценоле наносится очень легко, и можно еще больше толщины внести. Так вот, иногда такие следы, они видны, и они не всегда нужны, вот они не всегда работают. То есть, иногда, если стиль некий такой мазочный, дробленый, можно сказать, и след от мелка, он как бы нормально это, то есть, это можно сохранять его. Но, также мы можем узнать, что, если мы будем где-то плотненько приглаживать краску, как бы немного ее так, не то чтобы полировать, но все еще создавая плотные такие зоны из масляной пастели, это может очень интересно потом сработать. В данной ситуации мы видим один цвет, с которым я взаимодействую, на самом деле, все это можно, как бы, работать с разными цветами. Обязательно отснимусь более подробно про это, про объекты, которые разноцветные, скажем так. В данную минуту я наношу темный красный, условно бордовый такой. И суть в том, что он темный, вот что нужно понять. И, в частности, сонелье, когда она размазана, она вообще классно так может выглядеть. Если хоть чуть-чуть плюс-минус продумать и контролировать, даже в размазанном виде поставить сонелье может выглядеть очень круто. Так вот, на этот лист я продолжаю наносить все больше и больше, более светлой краски, скажем так, более светлого материала. И переглаживать мастихином. То есть, получается, структура, как бы, сама поверхность гладкая. Она однородная, то есть, она не отличается по стилю и по смыслу, как бы, от соседних зон. То есть, тут, ну, вот прям жирный мазок включать точно мне не нужно, потому что весь стиль, он некий такой, в каком-то смысле слова, приглаженный. И получается, что внизу темный цвет втерт в бумагу, он как бы плюс-минус стабильный. Верхний слой нанесенный, слегка толстый, он тоже все еще бумага его принимает, впитывает. И он чуть-чуть подмешивается, но постепенно высветляется, да, то есть, те зоны, которые нужно высветлить, те объемы на листике, там, нужно сильно высветлить, то туда больше наносится материала. И просто, вот если, опять же, тем же пальцем или что-то тереть, может получиться не очень. Все это смажется, как-то будет не то. А мастихином контролируемое, в той зоне, где нужно. И теперь, внимание, я беру остро заточенный карандаш, и что я делаю? С виду кажется, что я просто рисую линии, да, вот такие линии, потому что я как будто бы давлю на карандаш, и он рисует на бумаге. Это тоже так может быть, при определенном давлении, карандаши на масляной основе хорошо рисуют на бумаге, оставляют на ней след, не на масляной пастере. Но в данной ситуации это не так. Я не рисую сейчас на бумаге, скажем так. Я как бы, как стилусом, немножко процарапываю краску верхнюю, верхний слой, потому что он толще, и он более-менее еще мягок, он никак не уплотнился. И карандаш легко как бы проходит сквозь этот слой. И может быть, там самое малость составляет свой персональный цвет, но на самом деле, вот эта линия видна только по одной причине, что снизу были темные слои. И мы, как бы процарапывая, видим эту темную краску, ну темнее которая, то есть условно темно-красная или там была темно-коричневая. Можно делать и наоборот. Снизу сначала наносить светлые слои, стабильные, втертые, а сверху более толстые, темные. И если мы, опять же, карандашиком каким-то или предметиком острым, тем же мастихином, в общем-то, можно, карандашом удобнее, будем немножечко как бы процарапывать тоненько, то у нас получится светлая линия. Потому что снизу на бумаге, в общем-то, светло. И таким образом можно получать очень легко всякие детализации. Но карандаш, в каком-то смысле слова, может и пигментировать некоторые зоны. В данной ситуации я пигментирую, ну условно притемняю более таким притупленным карандашом, он как бы кругленький. И он как бы по факту не рисует на масляной постаре. Он ее там, может быть, немножко раздвигает, немножко уплотняет, опять же, но и в каком-то смысле слова чуть-чуть оставляет своего пигмента сверху этого слоя. Но в целом он как бы все еще цепляется, в общем-то, за бумагу. То есть мыслить, что вот на толстом слое краски мы берем карандаши на масляной основе и рисуем, это не совсем верно. Отчасти это так. Но если мы всерьез захотим нанести пигмент карандаша на масляную постель, то мы ее просто продавим. Поэтому, друзья, настоятельно вам рекомендую обзавестись мастихином, карандашом, одним или двумя на масляной основе и попробовать такие штуки. Надеюсь, эта информация была вам полезной, увидимся в новых видео, пишите комментарии, до новых встреч, пока!